Добрый день, мои уважаемые зрители, подписчики и гости канала. Друзья, сегодня 11 июня, 5 часов утра. Ну что, друзья, сейчас уже 6, полшестого вечера. Вот, 5 минут посижу на качельке. Так мне нравится здесь сидеть, приятно. Вообще красота. Друзья, хочу сказать, как быстро все растет. Вы знаете, ну на глазах даже такая сильная жара, и все равно все растет. А жара у нас, друзья, больше 40 градусов в тени. Пекло, пекло. Ну вот я смотрю, у многих сейчас такая температура на улице. Да, а вы представляете растения? Представляете, как им трудно сейчас находиться на солнышке. Они бедненькие, изнемогают от вот этого пекла. Мы с вами спрячемся в тенек. Думаю, все мы должны помогать своим питомцам. А как это делать? Да очень просто. Ну, укрытия делать какие-то. Ну, вот я делаю уже укрытия. Ох, ладно, встаю, хочу показать вам, какие же укрытия, друзья. Ну, какие укрытия? Ну, вот тюль. Самая простая, старая тюль. Ну, нет, если тюль у вас, понятно. Ведь не у каждого есть столько тюли, чтобы укрыть свои растюшки. Ну, можно натянуть что-то такое. Я не знаю, может быть, сетку какую-то. Ну, много можно что придумать, друзья. Вот посмотрите, какая красота кавы у меня. Ой, друзья, ну чудо природы, какая красота. Вы знаете, вот так вытянулись в этом году. Обычно они низенькие у меня, а в этом году очень сильно вытянулись. Ну, вы знаете, почему я думаю, корма там у них много, скажем так, подкормки. Потому что я в эти емкости осенью сцепила навоз, для того, чтобы он перегнил за зиму. И вы знаете, вот как получилось все хорошо, какие сочные растения, да, прекрасные. Ой, ну вообще, посмотрите, как цветут. Посмотрите, как цветут цветочки. Ну, красота, друзья, красота. Да, вот хочу показать, друзья. Я же тут сажала капусту. Ну, к сожалению, медведка мне хорошо-хорошо повредила. Вот, и осталось у меня нет ничего, как говорится. Ну, осталось вот одна, две. И там. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, семь штук осталось. А вот сколько пропало. Вот, позасыхало. Видите, это все медведка мне понадела. Понадела, однако, друзья, вот кабачки просто посадила сюда. Смотрю, пустая грядка, думаю, воткну, что будет, то будет. Воткнула, пожалуйста. Ничего не замачивала, ничего, просто воткнула. И они, вот видите, растут. А это, друзья, у меня базилики. Разные, разные. Мне нравится вот этот греческий мяч называется. Посмотрите, какой интересный. Вот, прям такой вот компактный, компактный. И надо же, сюда затесалась у меня питунья. Ну, да ладно, что теперь с ней делать, друзья. Но я хочу сказать, запах, вы знаете, наверное, перца, что ли, такого. Вот перечный запах. Вот, он здесь разный базилик, друзья, у меня. Вот у меня тут четыре куста. Вы представьте, это все в горшочках я села. И вот в горшочках прекрасно взошло. Потом я переварила просто-напросто. И вот он, как видите, уже какой огромный. Друзья, ну так ладно, все это хорошо, все это прекрасно. Чем же я буду сейчас заниматься? Я вам сейчас покажу, что я успела сделать за день. Ну, за день я мало чего успела. А вот, посмотрите, рассел у меня однолетний флокс. Ох, красота какая! Сколько села, друзья. Вот, друзья, вот всего, что взошло. Остальное, ну, все, не взошло. Вот здесь, правда, получился он у меня. Вон, посмотрите. А вот то, что у меня растет. А, посмотрите. Вот, тебе, пожалуйста. Да, друзья. Ладно, я постоянно отвлекаюсь. Может быть, кому-то не нравится, что я так рассказываю. Вы знаете, монотонный рассказ, он тоже как бы утомляет. Поэтому мне хочется, чтобы вам было не так утомительно, ну, и как бы позитивно, что ли. Вот, посмотрите, какие прекрасные розы цветут. Прекрасные розы. Прекрасные, да. Ну, что, друзья, пойдемте же я вам покажу, что же я сегодня успела сделать. Я бы успела много чего сделать, но, к сожалению, друзья, у меня не хватило ниток. И работа моя остановилась. Можно бы было полить томатики, но, вы знаете, жара, смысл-то какой поливать. Вот сейчас вечером буду поливать. Что же я успела сделать, друзья? Вот, значит, я успела подвязать вот этот вот ряд полностью томатиков, да? Здесь вот сейчас я вас зайду, наверное, вот с этой стороны, что ли. Так, ну, здесь это я вчера подвязывала. Вот, в общем, вот этот рядочек полностью я подвязала. И вот до половины, ну, можно сказать, даже не до половины, а почти весь. Один ряд я подвязала еще здесь. Осталось вот у меня ряд и три пары кустик, три пары растенец. Вот, представляете? Ну, вот все, закончилась веревка. И все, и работа у меня остановилась. И я целый день, можно сказать, ну, как не целый день, я где-то примерно до полчетвертого, наверное, занималась детьми, внуками. Так что, без дела я, конечно, не сидела. А сейчас, друзья, что я буду делать? Я сейчас буду поливать. Я буду поливать вот этот участок. А что здесь за участок у меня сейчас, я скажу. Значит, здесь у меня, ой, друзья, хочу виноград показать. Посмотрите уже, какой виноград сенека. Ну, надо же. Вот, представьте, надо полить винограды. Ну, вот что получается. Вот уже сенека какой, да? А рядом у меня виноград. Молдова черная, вы видите, он еще цветет. Поливать нельзя. Вот тебе и пожалуйста. А полить бы края бы уже надо. Итак, друзья, буду, значит, поливать вот этот участок. На этом участке у меня находится вот свекла возле винограда. Посмотрите, какая прелесть уже свекла, друзья. Замечательная уже свекла. Уже можно будет скоро даже вырывать и варить. Или жарить, или уборить. Ну, в общем, не важно. Вот лук-порей. У меня здесь томатики, друзья, все. Значит, здесь вот сельдерей. У меня, поглядите, какой уже прекрасный сельдерей. Друзья, как я люблю сельдерей. Вообще, для меня, мне кажется, лучше всякой петрушки. Лучше всего, ужасно люблю сельдерей. Любой, в любом его, как говорится, приготовлении. Я люблю его ложить в борщи, в супы, в первое, второе. И вообще люблю, нравится мне. Не знаю. Каждому, конечно, свое, но мне нравится сельдерей. Вот, я его выращиваю и корневой, и черешковый. Но я хочу сразу сказать, я не выращиваю корень специально, нет. Я вот сажаю его ради зелени. Вот мне нравится его зелень. Итак, сельдерей с этой и с той стороны. И вот еще помидорчики, друзья. Тут, там, вот, надеюсь, что я успею полить. Вот видите, уже у меня винограды. Вы посмотрите, как поотрастали. Вы знаете, дождя нет, друзья. И это благотворно влияет на виноград. Потому что у него нет заболевания. Как только пойдут дожди, все, будет заболевание. Но вот я жду, когда он полностью отсветет. Вот видите, тут еще даже вот будет цвести. И я его, конечно же, должна побрызгать. Обязательно, друзья, обязательно. Иначе нельзя ждать, чтобы появилось что-то на листьях. Нужно обязательно все обрызгать. Ну вот, друзья. А поливать я буду шлангом. Не буду я носить руками. Потому что уже помидорчики, посмотрите, какие хорошие. Растут, друзья, не по дням и по часам. Я сегодня сорвала два своих огурчика. Я уже показывала в прошлом видео за 10 число, что у меня выросли свои огурчики. Два штуки сегодня сорвала. Это уже, друзья, прогресс. Итак, друзья, я сейчас полью помидорчики. Хочу показать же после того, как я полила перцы удобрением вчера, какие они, друзья, подрастли. Верите, растут на глазах. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Посмотрите. Посмотрите, какие уже перцы. Замечательные, с бутончиками все. Поливала я вчера обильно. Посмотрите, какая сырая земля. Мульча очень хорошо предохраняет от всего. Ну ладно, друзья. Если я решила показать видео дня, я буду говорить о том, что я делаю сегодня. Итак, сейчас у меня вот шланг есть. Я этот шланг, друзья, протяну. Тяну на то место, где я буду поливать. Вы знаете, я раньше носила ведрами. Носила ведрами, считая, что нужно теплую воду для того, чтобы росли хорошо. Но убедившись в том, что не все растения это предпочитают, я поняла, что не нужно тратить зря свое здоровье для того, чтобы дать растению то, что мы думаем необходимое. Нет, я имею ввиду, растению необходим полив. Это факт. Но это не обязательно должна быть теплая водичка, поверьте мне. Сейчас вода не будет такой уж холодной. Почему? Потому что, ну вы представляете, стоит такая жара, прогревается все очень сильно. И земля, конечно, прогревается. И вода у нас сильно холодная сейчас не бывает. Ведь не зря же мы ее ставим в холодильник, правда? Это для того, чтобы ее охладить. Ну что, друзья, вот сейчас я чуть не поломала свои цветочки, которые у меня вот здесь. Потому что неудобно, друзья, и вам показывать, и тянуть шлангу. Но я ради того, чтобы вам все показать, ради вас я все это делаю, как говорится. Вот так. Ложу фланг. И пускаю воду. Конечно, каждый раз переставляя. Почему? Потому что она может бежать и бежать и бежать в одно место. Но мне же этого не нужно. Мне же тоже нужно умеренное количество влаги, чтобы и полить все, и сильно воды много не потратить. Потому что зачем она лишняя? Она же уйдет далеко в землю, а нам этого не нужно. Нам нужно, чтобы напитались наши растения. Давайте-ка посмотрим. Я поливала с 7 числа. Что же делается сейчас под мучей? Вот, друзья, видите, земля, конечно, уже сухая, но недалеко. Посмотрите, вот я вам сейчас покажу. Посмотрите, земля даже не рассыпается. Видите, она в комочке. Но полить обязательно надо. Так, сегодня я поливаю без удобрения, потому что я поливала это в прошлый раз. Сейчас я буду просто поливать растения. Все без исключения, как говорится. Так что, друзья, я приступлю к своей работе. Сейчас пойду включу водичку. Вот у меня есть такой табуретик старенький, который я таскаю по всему участку. Он очень удобный, он легенький и с ним удобно, как говорится. Вот и это, конечно, поливаю. Но эти растения, друзья, я буду поливать теплой водой, потому что это все-таки теплолюбивые растения. Это бахчевые. И нежелательно их поливать холодной водой, как говорится. Посмотрите, что у меня уже здесь творится. Видите, ой-ой-ой, да? Вот это да. Вот это да, друзья, выросли уже далеко. Ну, ничего. Вот эти я прищипнула специально, растения. Да, я же хотела вам показать, что я сегодня еще сделала, друзья. Вот сейчас я немножко остановлюсь на этом. Ну-ка, давайте-ка подойдем к тому месту, что я сегодня еще сделала.